Сразу делаем аналогию. Вот если бы, если бы яйцеклеточка, она была, как бы сказать, самостоятельна и жила, она бы, ну и что, что там она не зачалась. Да она жила бы там и жила, там как-то бы жила. Но этого нету, и она умирает. Так точно, как только дух уходит со своими вот этими формирующими энергетическими качествами, так сразу же происходит что? Происходит смерть. У нас имеется тело, у нас имеется вот это вот сознание, которое, вот, Блавацко она так назвала душой. То есть, там хорошо, как бы сказать, подчеркнуто, и я для себя вот уяснил, что такое дух. Это бессмертная творческая, так сказать, субстанция в каждом человеке, которая развивается и формирует для своего развития в каждой жизни тело, и формирует в каждой жизни душу. То есть, вот это вот, чтобы то, что у нас руководит, накапливает там опыт, переживает, это важно понимать. Батарейки кончаются часто, заль прерывает, прерывает мысль. Итак, подчеркнем, что именно, а, я хотел как раз рассказать. И смотрите, как только уходит дух, получив, достаточно наработал информации, так, значит, тело начинает разлагаться. А что происходит с сознанием? Сознание отделяется от тела. И вот оно как раз там, как они говорят, существует там где-то там 40 дней, и там вот, как бы сказать, что-то, ну, будем говорить, подмечено народом, поминается. То есть, оно как-то еще там связано там с телом. А потом оно обрывается. Как тело разлагается там определенное количество времени. Так точно. И вот эта информационно-энергетическая часть под названием сознание, которое в течение жизни наработало на основании побуждений, которые сформировали черты характера, то есть на основании черт характера, наработало тоже ту или иную там информацию и так далее, и так далее. Вот наработки, оно тоже потихонечку распадается, не получая той подпитки от духа. И вот как раз вот это вот сознание, как говорила Блавацкая, развоплощенное сознание. В зависимости от тех наработок, которые у нее там были, то есть по чертам характера, к чему там она стремилась, допустим, в течение жизни она стремилась там вкусно поесть, допустим, как-то там, допустим, побыть там, грубо говоря, там в пивнушках, еще в каких-то так, как бы сказать, ситуациях, которые вот подпитывают ее, то есть, грубо говоря, она хочет подпитаться либо же, как бы сказать, пищей, либо же интимными отношениями, либо же какими там, допустим, грубо говоря, там, какими-то другими развратными там действиями и так далее. Так вот, оно начинает стремиться туда, где это можно получить. А получить от кого можно? Естественно, от живого человека. И если человек занимается червеугодием, значит, к нему потихонечку вот эти развоплощенные души Души прикрепляются, дабы получить от него какое-то питание. Они, в конце концов, конечно, распадутся, но, тем не менее, вот пока вот своим собственным, как бы сказать, сознанием они стремятся как-то существовать, как-то себя поддержать, как-то себя подпитать. То есть, через чревоугодие, через интим, через какие-то там, допустим, другие там вещи, где идет выплеск энергии у человека, они все там, там бывают. То есть, вот их-то, их-то и называют лярвами. Другое название. Развоплощенные души. И, в конце концов, все это распадается. Какой там период распада? Трудно сказать, но, тем не менее, все это происходит. Итак, я с вами хотел поделиться именно вот этим вот знанием, что имеется яйцеклетка, когда происходит зачатие, начинает работать вижняна, то есть дух, который начинает формировать под себя тело. И дальше, дальше формируется, когда ребенок рождается, формируется сознание. И я как раз вам рассказал, как я это понимаю. Может, это вы понимаете по-другому. Я вам не навязываю. Я просто высказал свое мнение. Вроде бы на основании того, вроде бы на основании всего. Смело, решительно и с этим, главное, можно работать. Значит, появляется осознание на основе банков памяти, органов чувств. Далее эффективности действий. Далее подключаются, как бы сказать, они там примерно. Это побуждение. И далее бы еще вот сказать. Вот там было указано в джудши карма. На основании кармы и клеша, то есть кармы разного рода деяний, которые вы совершили в прежних жизнях, и клеша привязанности к жизни, то есть формируются еще, как бы сказать, черты характера. Вот почему у одних больше выражена эта, ну, грубо говоря, тяга к комфорту, у других к семейной жизни, у третьих больше к разврату, у четвертых больше того, чтобы он военачальником был и так далее. Это уже все больше зависит от прежних наработок. Дабы, чтобы виджняна, то есть дух, на основании вот этого всего получил такой опыт, что, как бы сказать, чем можно заниматься. Да, вот этот полководец такой-сякой там, но чем это заканчивается? Да, ты там, грубо говоря, семьянин такой-сякой, чем это заканчивается? Да, ты там занимаешься, грубо говоря, развратом, чем это заканчивается? и так далее, и так далее, и так далее, чтобы все это, вся эта, как бы сказать вам, вещь была проработана и передана. В момент смерти эта информация передается как раз в дух для того, чтобы она там переварилась и стала, будем говорить, встроилась, и дух стал на основании этой информации совершенно иным. И вступая в новую жизнь, он уже вступает, имея какие-то другие желания, подчеркнуть какой-то другой опыт. Это для него уже закрыт опыт, он туда уже, как бы сказать, и не лезет, и не это, либо что-то там доработает, и все, ищет что-то там такое новое. То есть, несколько вроде как бы сумбурно, несколько, как бы сказать, не так уж связано, как хотелось. Ну, я и предупредил, что это, знаете, вот первая пулька. Человек только решил изложить, вот, как он понимает сознание. Какое сознание бывает? Я еще не сказал, что бывает клеточное сознание, что бывает сознание органа, что бывает сознание там всего тела. Это мы опустим, для того, чтобы, как бы сказать, не усложнять нашу тему. Наша тема это была появление сознания, появление черт характера. И, кстати, как с этим можно работать? Теперь, понимая, что у вас выражено, вот, вы можете себя сами протестировать на вот эти вот черты характера. Насколько эти черты характера вам помогают в этой жизни? Насколько они могут вам мешать? И как это все можно проработать для себя? То есть, понимая, что вы чрезмерно там алчны, ага, и это, как бы сказать, не ведет ни к чему хорошему, просто-напросто свое собственное время можно потратить не на то, чтобы стать еще там богаче, там, знаменитее или еще что-то, а просто на то, чтобы, как бы сказать, вот, проявить себя в каких-то других областях интересных, человек-то многогранная личность, чтобы как-то можно было ладить с окружающими там людьми, ну, будем говорить, проявиться как в какой-то другой ипостаси, так сказать, скажем. Ну, вот, вот, примерно я вот так вот думаю. И, понимая этот процесс, ну, а как-то для себя это понимаю, ты начинаешь понимать следующее. Действительно, а для чего тебе дается жизнь? Где можно действовать смело? Где можно действовать не смело? И к чему это приводит? И в конце концов, если мы берем, что мы идем по пути духовной эволюции, то за какие-то свои убеждения, за какие-то свои права можно потерять и жизнь. И не бояться того, что потеряв жизнь, это все, ты исчезаешь и больше тебя нет. Нет. Идет совершенство духа. А так как мы больше зациклены на душе, то есть на том сознании, которое наработалось в течение вот этой жизни, естественно, у нас страх смерти, хотение вечной жизни, хотение там каких-то там наслаждений, хотение еще чего-то, хотение еще чего-то. И вот за счет вот этого, вот этого непонимания, что такое жизнь, что жизнь это развитие духа, который создал душу, душа пытается всевозможными средствами, без понятия вот, для чего что это, она просто цепляется за жизнь и совершает разного рода подлянки отсюда идут, за, допустим, материальные блага могут убить, могут обмануть, могут еще чем-то оболгать. То же самое там по всем остальным пяти побуждениям могут быть вот такие вот вещи. Из-за непонимания, что у нас развивается. Развивается не душа, ее дух создает, развивается не тело, его дух создает, и все это создает под себя, а развивается духовная часть. И когда вот это мы понимаем и начинаем, как бы сказать, больше взаимодействовать со своим творческим началом, то тут, естественно, и совершенно иные вещи происходят, и жизнь течет совершенно в ином русле, совершенно с иными понятиями, совершенно, как бы сказать, в более расширенном формате, таким творческом, можно так сказать. Да и творчество, все это, как бы сказать, вот самовыражение, вот это вот, это самовыражение души. А духу нужен опыт, нужен разнообразный опыт, на основании которого он делается более совершенным и, естественно, раскакивает там ступени эволюции и идет дальше, все дальше, 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 дальше. Как говорит Блавацкая, на различных планетах, да, это и не обязательно там Блавацкая, это многие другие говорят, то есть дальше идет совершенствование духа совершенно в иных условиях, на иных планетах и так далее. О чем рассказывают там сны нам, то есть сны мы обычно берем там и выбросили там, а сны – это огромная часть нашей жизни, в которой как раз вот духовная часть там работает, и не только духовная часть там работает. Ну вот, примерно вот так вот я хотел вот это все изложить. Не просто, но я заметил такой феномен. Вот ты громоздко изложил какую-то там тему, громоздко. По мере все большего-большего понимания, ты ее уже излагаешь более четко, ясно, понятно и меньше. А потом довольно-таки четко, только хоп, вот как в конце. Что наша жизнь? Игра. Игра кого? Игра духа. Дух создает тело, формирует сознание, потому что сознание вот оно сформировалось для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, но вот эта карма и клеша, карма – это твои, так сказать, наработки прежние, начинают проявляться в этой жизни через пять побуждений. И то же самое, вот эта клеша, привязанность к жизни, насколько ты, так сказать, привязан, насколько ты вот, она для тебя там дорога, и ты начинаешь понимать, а в чем эта дороговизна проявляется? В том, что ты, не ты получаешь опыт, а дух получает опыт, что ты, вот, как бы сказать, триедин. Дух, сознание, то есть душа и тело. Ну вот, вот так вот как-то, а то я начинаю повторяться. Сейчас вырежем там разного рода хрюки-пуки и выложим. Наслаждайтесь. Когда я все это дело, как бы сказать, понял для себя, я во многом успокоился, меня перестало многое пугать, потому что пугаемся неизвестности, пугаемся того, что вот наша жизнь может прерваться, это самое основное. И уже на основании этого нам, мы не можем спокойно реализоваться, спокойно что-то там делать, спокойно это, потому что вот, а вдруг вот тот это будет, а вдруг это там будет. Да, говорится, как говорится, наплевать. Дух делает свои дела. И он идет вперед. Познай себя и при вперед.